Представь картину, как ты начинаешь свое утро на берегу Лазурного океана. Легкий морской бриз, кофе и круассаны в постель, тебе пришло смс о новом поступлении денег на счет, у тебя сегодня в планах выпить коктейли свежих фруктов, немного посерфить, а затем промониторить свой высокодоходный бизнес, просто открыв макбук или телефон. Но ничего этого может не произойти, если ты на старте совершишь фатальные ошибки и сольешься. Меня зовут Владимир Коваленко, я эксперт в системном построении бизнеса онлайн, и в этом видео я тебе расскажу, как избежать фатальных ошибок на старте своего бизнеса в MLM. Я расскажу, что тебя будет ожидать, чего не надо делать, чтобы все-таки заработать свой миллион в сетевой индустрии. По статистике 90% сетевиков финалят не проработав и года. Я прописал для тебя небольшую подборку из 8 главных ошибок начинающих MLM предпринимателей. Берю ручку и блокнот, записывай, а потом проанализируй, что у тебя из этого совпало и над чем стоит поработать. Первое. Начинаю бизнес только ради денег. Хоть и говорят, что в сетевое не приходят из-за хорошей жизни и деньги важны, но это не самое главное. Чтобы преодолеть сложности, которые возникнут, нужно по-настоящему любить то, чем ты планируешь заниматься. Это дело должно доставлять удовольствие, иначе ничего не получится совсем. Только эмоциональное выгорание и печальный итог. Важно помнить, что главная задача бизнеса – это решать проблемы людей, не знать свою целевую аудиторию. Перед тем, как засучить рукава и с головой окунуться в реализацию идей своего бизнеса, полезно четко определить, а кому, собственно, вы будете продавать свои продукты или услуги. Используйте технику Jobs to be done – работа, которую надо выполнить. Люди мне пишут отзывы по данному видео и методике, что стало им намного легче работать по контенту, он стал, естественно, наполняться и посыпались ходячие заявки. Очень крутой способ. Ссылочку я оставлю в конце этого видео для проработки, также ты его можешь посмотреть, подсмотреть под этим видео в описании. Три. Завышенное ожидание. Ты считаешь, что тут можно получиться быстро. Возможно, тебе кто-то это пообещал и нарисовал картину мира, что ты пришел, раз кружочек, два кружочек и ты в шоколаде. Гоните ушей тех, кто одевает вам розовые очки. Делать ничего не надо, только раз, 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 раз заплатил, и мы тебе все построим. Задумайся. Скорее всего, тебе хотят впарить, либо тебя поиметь. Откуда вдруг должно начать сразу получаться? Ты был крутым пиарщиком, или у тебя прекрасный навик копирайтинга? Ты медийная личность или лидер мнения? За тобой идет армия последователей. Ты был прекрасным управленцем в компании или психологом, который знает слабые и сильные стороны людей? Скорее всего, из всего этого ты скажешь нет. Почему тогда этот бизнес должен быть быстрым у тебя? В сетевом нет неуспешных, есть только нетерпеливые. Четвертое. Это люди, которые страдают перифекционизмом. Перифекционизм это беда-беда, в том числе и моя собственная. Хочется, чтобы все было идеально. И из-за этого упускаешь время и возможности. Бизнес на самом деле это действие. И слишком долгое планирование может привести к тому, что этот план станет неактуальным. Планировать нужно, но необходимо просто брать и делать, получить свою порцию ошибок, исправить их и продолжить движение. Сами по себе мысли и рассуждения изменить ничего не помогут. Также сюда можно отнести и много обучения. Изучать, 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 превратиться в такую в попу с ручкой. Но без практики ты не сдвинешься с места. Пятое. Это отсутствие системных действий. Можно имитировать бурную деятельность, действовать хаотично или по настроению. Но в бизнесе, хоть в сетевом, хоть в линейном, важна системность ежедневных действий. Если у вас нет системы, будьте готовы создавать ее самостоятельно. Или вы можете ее получить бесплатно, нажав по ссылочке под этим видео. Шестое. Неправильно доносить информацию. Прежде чем начать рекрутировать и идти в бой, стоит разобраться в системе. Стоит детально понять, откуда тебе и за что компания платит деньги. Важно грамотно научиться доносить суть бизнеса. Если с этим не разобрался и начинаешь своими словами что-то пытаться рассказать, то скорее всего ты сольешь 9 из 10 кандидатов. Просто потому, что не умеешь правильно донести суть бизнеса, которым ты сейчас занимаешься. Разберись с этим. Седьмым пунктом я могу назвать обесценивать себя и свои результаты. Часто замечаю, что партнеры начинают смотреть на успешных лидеров и себя обесценивают. Важно понимать, что у каждого свой путь роста, у каждого свои навыки и компетенции, у каждого свой уровень энергии. Имеет смысл с этим разобраться и сказать себе, я красавчик, я могу, я буду, я зарабатывать буду десятку зелени, я успешный, я богатый, у меня все получается. Меня выбирают партнеры. Ты получаешь сейчас опыт, который сможешь монетизировать, если будешь полезен другим. Твоя задача максимально стать полезным для других людей, решить боль других людей с помощью продукта, с помощью бизнеса, который ты сейчас продвигаешь. Восьмое. Это саморазвитие. Нередко отсутствие гибкости объясняется недостатком знаний. Ведь чтобы выбрать другой путь, его нужно увидеть. Залог успеха – это ежедневное развитие, работать над собой и совершенствование, раз-раз, совершенствование знаний. Не зря говорят, что сетевики – самые развитые люди. Именно через личностный рост ты станешь зарабатывать больше. Я вот, например, раньше не понимал фразы, когда мне сказали – хочешь больше зарабатывать – развивайся. В моей картине мира было следующее – хочешь больше – бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхай. Еще больше работает, то есть. Но не всегда больше вджобовать означает больше зарабатывать. Я стал больше зарабатывать, намного больше, когда стал развиваться, когда стал заниматься саморазвитием. Именно такой концепт дал мне возможности больше заработать. Как ты считаешь, чем еще можно дополнить список? Напиши в комментариях, что я опустил. И не забудь подписаться на канал. Тут ты для себя найдешь много полезных инструментов для развития своего бизнеса. В онлайне, конечно. Ну а пока смотри еще одно видео, тебе будет точно полезно, которое я тебе обещал в середине этого видео. До встречи через пару секунд. С тобой был на связи Владимир Ковленко. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok